А теперь к экстренным новостям в мире киберспорта. Привет, ребят! И в последнее время очень популярен инфоповод по теме читер или все-таки Empire Codes или нет. Я хочу в этом видосе показать вам, почему он не читер и рассказать про некоторые фишки, которые он использует. Поэтому приятного просмотра. Надеюсь, вам этот видос будет полезен. Значит, начнем мы вот с чего. Я, как человек, может быть, вы просто первые на канале и просто зашли по названию. У меня на аккаунте сейчас 6550 ммр. Ну, то есть, 6600. Тысячник. Тот самый Тысячник. Играю на саппортах и знаю много фишек, имею хороший пикоконтроль, но из-за того, что играю редко, стою на месте. Если бы я играл чаще, я думаю, может быть, я поднял бы ммр. Ну, я сейчас играю мало и редко, поэтому то победа, то винстерики, то лустерики. Имею 2000-игрный SP и более-менее разбираюсь в фишках в доте. Там, от 2 до 3 тысячи игр, может, даже 4. И давайте я вам расскажу про те моменты, за которые предъявляют этому Empire Codes. Почему он якобы читерит и использует скрипты на хмр доте. Значит, во-первых, самый основной момент это показал ПГГ с блока. Начнем с того, кто такой ПГГ и почему он вообще говорит об этом. ПГГ это чел, который играл в первую доту. Причем играл относительно, вроде как говорят, неплохо. Я сопротивление играл, я не знаю. Потом перешел в вторую доту. И за счет того, что он играл в первую доту, его брали команды. Хотя по факту скилл там был, слабо скажем, маленький. Каждый человек, который играл на первом инте, обладал, ну скажем, прямо маленьким скиллом. Они играли, как сейчас играют люди на 3-2к. Ну, это факт, потому что люди реально были слабыми. Сейчас уровень дот намного выше. И, как по мне, вообще слова вот этого ПГГ по поводу того, что произошло, они вообще некомпетентны. Человек сейчас вообще ничего не понимает в этой игре. Да и раньше, прямо говоря, он ничего в ней не понимал. И то, что там вот эти мемы типа в черный блокхол, он там раньше был сильным. Парни, ну типа на безрыбье и рак рыба. Поэтому это вообще не аргумент, что ПГГ раньше был проверком. Из-за этого он имеет право осуждать человека за читы. Не осуждать, а конкретно говорить, что кто-то 4. Значит, во-первых, был момент, когда у Эмпайр Кодоса он блокил крипов. Значит, по поводу блока. Во-первых, я считаю, что все, что не запрещено, то разрешено. Разрешено ли использовать макросы на мыши? Никто это не запрещал, значит, это разрешено. Получается, что если мы купим мышку, вот у меня есть SteelSeries Rival 100. На нее есть программка. Давайте я вам покажу сейчас, получается, экран. Вот, смотрите, это экран. У нас есть программка, вот она называется SteelSeries. Где она? Вот, SteelSeries Rival 3. В этой программе есть возможность поставить бинды на мышку. То есть мы, когда заходим в Rival 100, это моя мышка, вот это сейчас. Мы заходим на мышку, и мы видим, что есть куча кнопок, на которые можно поставить конфигурацию. Кнопка B6, это кнопка переключения в обычном режиме скорости мыши. То есть чувствительность CPI, DPI, то есть вы сами понимаете, надеюсь. Нажимаем на кнопку, обычно меняется скорость. Но я поступил гениально. Я нажал на B6, и нажал, что это будет использоваться вместо B6 кнопка 2. А кнопка 2, посмотрим, это вот эта кнопка. Кнопка вот, ну вот, вот эта. Она будет использовать кнопку 2 и повторять ее при зажатии. Получается скоростью 1 миллисекунды. Смотрите, как это получается, когда блочим крипов. Вот так, то есть и так вот Dota Repeat, After Repeat, или если быстро кликать, вот так примерно получается. А если играть вот как у меня, с криптом, то получается вот так. Это разрешено, за это не банят, потому что это не какой-то либо чит. Об этом говорил Иллиданс на своем стриме, плюс в интервью отвечал. Значит, с этим разобрались. Даже если эта тема у него есть, это не запрещено, и за это нет смысла винить человека. Второе. Берем вражеского героя и нажимаем пару кнопок. Сейчас покажу вам. Получается, нужен вражеский герой Акс. Раз, свечку повесили. Так, потом уровень урага добавим. Так вот сделаем. Агро нажали. Потом свечку нажали сейчас. В общем, у нас есть два стика, мы хотим их нажать. Но при этом у нас очень много статов, скажем. Брейсер, 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 брейсер. Или там, вот так. У нас очень много статов. Что мы хотим сделать, чтобы нажать стик? Конечно же, выложить шмотки. Как мы обычно это делаем? Мы стоим. Раз, два, три, четыре, пять. И нажимаем стик. Но как сделает это кодус? Мол, он быстро все выложил, у него скрипты сразу же говорят. Я сейчас покажу парню. Это все очень просто. Он шел к потайной лавке и сделал вот так. Он выкладывает шмотку раз. И через шифт выкладывает все следующие шмотки. Отпуская руки, смотри, что получится. Это скрипты? Нет? Это возможности доты, которые люди почему-то не используют. А как можно сделать все через шифт? Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Нажимаем стик и быстро подбираем. Скрипты или это? Я думаю, нет. Это просто возможность использовать доту. Раз. Ну, вообще, давайте делать на дальнее расстояние, чтобы пока герой идет, скажем, к потанной лавке за тпшкой. Мы успевали все выложить. То есть это не скрипты, это делается все автоматически. Так можно хоть миллион предметов выложить. То есть, сейчас покажу. То есть, вот. Раз. Давайте подальше сделаем, чтобы дальше не проебаться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть, видите, это все супер легко делается. Я пускай забыл выложить. То есть, тут мы уже тоже добрались. Это не чит. Это обычная возможность доты. Черешит выкладывает шмотки. То есть, ничего сложного. По поводу, получается, еще момента с Юулом. Был момент, когда на него прыгает чел, и он поднимает его в Юул. Об этом говорили уже огромное количество проигроков и обычных игроков. То есть, почему-то люди до сих пор это не знают. Ребята, если вы первые на канале, ну, не забудьте поставить лайк за эту фишечку. Это так и работает. Любой проигрок должен это знать. То есть, у нас есть Юул. Скажем, давайте возьмем Юул. Возьмем Хекс. Возьмем Арчит. Даже Блатторн по красоте. Какие еще кнопки могут нам помочь в данной ситуации? Так, посмотрим, что там еще есть за кнопки. Ну, Эбисал это такое. Нужно смотреть на цель. Обязательно, чтобы она была рядом. То есть, есть шанс промаха. Пика. И, наверное... Ну, Эльбарда еще можно. Против Фурза того же самого. Вапс. Албер. Вот. Мы играем против Урсы. Урсы есть Блинк. Мы его видим на Варде. Мы его боимся. Потому что, ну, мы саппорт у нас прыгнет, убьет. Что мы делаем? Мы жмем сдали. Мы знаем, что он сейчас собирается прыгать. В течение следующих трех секунд. Расстояние от нас довольно-таки большое. И нажимать час Алибарду нет смысла. Правильно? Неправильно. Потому что есть смысл. Мы нажимаем Алибарду. А Чел на Урсе у нас прыгает. И получает Алибарду. Еще раз. Я просто нажму заранее на него. А когда он прыгнет, мой герой уже идет по Варду на него нажимать кнопку. То же самое работает с пикой. Нажимая пику, Чел прыгает. И вот, ну, сейчас просто out of range был. Поэтому не сработало сразу же. Но если так, заранее нажать пику. Акс блинкуется. И автоматически жмется пика. То же самое работает с Эбисел. Акс прыгает агрей. Получает Эбисел. Потому что без анимации. То же самое работает с Хексом. Мы видим Хекс. Нажимаем на него Хекс. Он прыгает. Получает Хекс. Авто Хекс нет. То же самое с арчитом. Нажимаем арчит. Он прыгает. Получает арчит. И с любым другим артом. Я понимаю, есть авто Юл. В ситуации, когда, вот, например, нет Варда. Мы его не видим. Он прыгает из кустов. И оказывается в Юле. Тогда да. Это читы. Это скрипты. И это нечестно. Но в ситуации, когда чел идет по Варду. Он его видит. Издали нажимает на него. Вот Юл. Акс прыгает, хочет загреть. И встает в Юл. Ну, это, парни. Это не читы. Это основы Дота. Это механика Доты. Проигрок. Ну, то и проигрок, чтобы это знать. А когда человек на уровне ПГГ. Который, по факту. Просто когда-то давно играл в Доту. Делать предъявы на сегодняшнего проигрока. Хотя, по факту. Вы, наверное, видели игру Нави против Эмпайр. И посмотрите на лайнинг. Как на лайне стоит Мэджикл против Кодоса. Мэджикл уничтожил его. Мэджикл просто. Все игры. Просто стоит лучше на уровень. И я не говорю, что Кодос плох. Я просто говорю, что он не какой-то там гений. Он не какой-то суперсильный игрок. Он проигрок. Они все там более-менее равные. Но он знает фишки, которые должен знать каждый дотер. Поэтому, надеюсь, я вам помог разобраться в этом вопросе. И у вас больше не осталось вопросов, что это читер или нет. Я уже свой вердикт поставил. Точно не читер. Все фишки я только что показал. Выкладывание все-таки быстрое. Я не знаю. То есть, ну, сколько он должен проселять. Для меня, чтобы люди узнали о возможности клавиши shift. Это же просто. То есть, какие там еще есть темы. Не, опять же, для меня читы. Это мап хак. Это какой-то спид хак. Это вэл хак. Это возможность видеть скиллы противника. Типа, какие-то там, знаете, стрелы летящие. Ну, то есть, те, кто смотрели дапшика читера, видели, какие он читы использует. Вот это читы. Это совсем иное. Или блок куры. Меня недавно на стриме заблочили курицу, что я не мог ее юзать. Свои же союзники. Поэтому, я не знаю, если вы реально считаете, что вот это чит. Ну, вы явно просто слабо шарите в доте. Поэтому, по всем вопросам можете писать в комментариях. Можете писать лично вконтакте. Я отвечу за слова. А вам скажу спасибо за просмотр. И не вините людей, если вы это в чем-то не уверены. Потом можете пожалеть. Всем пока.